Девушки отдыхают 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 трупы там грубые 25-30 лет в то время там служили олег евгений сменщиков александр балуев и андрей ташков очень такая мощная была трупа мужская до георгий танцон режиссер любой-любой артист заканчивающий тогда тогда театральное училище он мечтал сниматься в кино и это всегда так иллюзорно думаешь ну вот это ну ладно это после на танцунок это у меня не ощутялся не ощущался за после гордомаринов но вот сейчас выйду меня пород никто никуда никого не порвал никто как-то и не реагировал в общем-то так особливо все пришло гораздо гораздо позже гораздо позже ну дай бог сил светлана сергеевне анатолию михалычу и нам всем гордомарином нет кто-то хорошо сказал ну а как вот так же но как новость стали 3 мушки стер потом читали 20 лет спустя правильно мне господь дал возможность поработать с великой режиссур и с великой режиссур и да это это мастера и большая маленькая роли дело даже не в этом а дело в том что ты соприкасаешься с с метрами и дело не в количестве а дело в качестве общения мне очень благодарен что так вот судьба судьба свела владимир михалович зелин который меня учил разговаривать на сцене театра советской армии он г-сашка веером разговариваю веером начинаешь справа уходишь налево все и визуал тебя прекрасно слышит ну это шутка да все с кем вот это же опыт он приходит опыт не не дает плохое слово не опыт если рядом с тобой великий ты от него берешь да ты хочешь не хочешь ты от него заражаешься мне бог подарил встречу с олегом борисовым на сцене я видел как это происходит я видел как человек мучается я видел как он как он умеет владеть залом как он репетирует и то есть ты вот 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 та школа которая необходима по этой сцене ходили великие просто великие я сидел студентом вот там далеко далеко на третьем на третьем ярус не смотрел спектакль а дальше тишина стране скриппля там я рыдал как теленок это у нас только фантастично по этой сцене да по этой сцене ходила орлова по этой сцене ходила морецкая по этой сцене ходил жонок по этой сцене ходила ходил плят ходила ранецкая это все это все сцена это все знает все слышала этот зал так что это прекрасно я помню студентом я был мы играли в спектакле умные вещи в малом театре сказки и всегда мы выходили раньше с комарохами там заряжались на сцене занавес был опущен и ложился под какой-то там декорационный куст так вот смотрел вверх на софиты или неужели я когда-нибудь буду артистом это вот море всяких фонарей софиты они все горят разными цветами радуги желтый красный синий зеленые душ наверное какой кайф вот этого мы участвовали в написание русской части японцы писали японскую часть а мы писали русскую часть что касается русских офицеров что касается пребывания русских в плену в мацуями в этом в этом лагере для военнопленных мы писали мы писали долго писали почти там почти год мы писали почти год и очень надеемся что этот блок будет очень такой в кино заметный и нужный, потому что на фоне плена развивается совершенно романтическая история, как всегда бывает, да, романтическая история, там война, а там плен. Другое дело, что вот Муцуяма, в которой действительно был лагерь, да, и он сначала в нем содержали китайцев, а потом русских после порт-Артура, но поскольку Япония приняла Гаагскую конвенцию, то разрешали выход в город без охраны, высший командный состав мог себе позволить париться в горячих источниках, офицеры преподавали неграмотным грамоту в школах, специально сделанных для матросов и так далее, кто не владел грамотностью, то есть позволяли работать, вплоть до употребления спиртного было все разрешено, но почему-то бежали, а бежать было некуда, кругом море. Я давно мечтал слетать в Японию, всю жизнь, наверное, видел ее только по картинкам, по фотографиям, и слава богу, что мы миновали Токио в день приезда, да, и мы сразу там из одного аэропорта в другой и улетели в Муцуяму, и первый день, когда вот первый день присутствия на этой, в этой стране, нас повезли именно в Муцуяме на русское кладбище, что у меня просто, вот сейчас говорю, у меня мурашки идут, потому что 98 захоронений русских рядовых, матрос, солдат, солдат, матрос, матрос, солдат, солдат, 98. Японцы их положили лицом на северо-восток, они их положили лицом к родине. Единственный памятник, памятник стоит, это вот командиру Бойсману, командиру броненосца, который был затоплен, который там тоже погиб, потому что ему предлагали по поводу Угарской конвенции, вы можете покинуть лагерь, вы можете покинуть, как старший командный состав, он говорит, я принявший присягу русских офицеров, не могу уйти, пока у меня вот здесь люди. И он там тоже остался. Так вот, я к чему это говорю, 98 могил, идеальная чистота, ухаживают за этим кладбищем школьники, они ухаживают за могилами врагов, которые воевали против их страны. Япония единственная страна, которая поставила памятник Рихарду Зорге. Рихарду Зорге, который резидент, другой страны, занимающейся шпионской деятельностью. Правда, потом уже доказали, что он не занимался шпионской деятельностью против Японии, он занимался деятельностью против Германии. Но как-то вот казнили человека в тюрьме Суяма. Существует ли мистика? Не знаю, наверное. И хочу верить, что это так. Хочу верить, что это так. Хочу верить в то, что есть что-то такое, что не подвластно нам. И если в это веришь, ну как веришь? Мы все люди образованные, и там этого нет, этого нет, этого не верь, этого не мерь. Но просто есть какие-то вещи, встречаются какие-то вещи в жизни. Ты думаешь, ну это, ну так просто этого не бывает. Это не происходит так просто. Ну не происходит это так просто. Каждый наш поступок, наверное, он хороший. Почему там, говорит, и воздастся? Сделай хорошо. Не воздается, ну значит не так хорошо ты сделал. А сделай действительно хорошо. А сделаешь плохо, все говорят, признак бумеранга. Хочешь верить, хочешь не верю. Вот я верю в признак бумеранга. Ну верю. Вернется. Верю. Вернется. Еще про работу, которую мы очень ждем. «Хорошая жена», ремейк американского сериала. Не знаю, что будет пока. Не знаю, не знаю, что будет. Еще остался у меня заключительный съемочный день. Он будет после 26-го, после того, как вот в этом зале прозвучит, Высоцкий на сцене родного театра Моссовета. И вот надо закончить картину. Всегда тяжело, потому что кино, оно, вы же сами понимаете, Да, это искусство режиссера, это искусство монетарра. Как это будет смонтировано, не могу себе пока поводить. Но мой регионал. Я не спится, я никогда не смотрю. Я принципиально не смотрю, потому что у меня был такой сериал Под названием «Наследство». Это тоже был такой ремейк шведского сериала. Очень, очень... Ну вот там полная адаптация к нашей, к нашей действительности. Здесь не совсем полная... Я про хорошую жену. Здесь оставлены какие-то американизмы, которые к нашей жизни не имеют никакого отношения. Вот. А наследство было полностью тогда адаптировано. Ваше идеальное воскресное утро? Никуда не идти. Лежать дома? Проснуться в 7 утра и сказать «Ах, я опаздываю». Нет, сегодня... Никуда не надо. Никуда не надо идти, ехать, бежать куда-то. Вот это идеальное утро. Потом сигаретку, чашку кофе. На балконе. Даже зимой. Что самое главное в жизни? А что может быть, что самое главное в жизни? Будет здоровье, будет работа, будет работа, будут деньги, будут деньги. Будет все. Если уж так меркантильно выбирать, наверное, здоровье, работа. Ну, надо все, все здоров, значит, ты работаешь, работаешь, хорошо себя чувствуешь, значит, хорошо работаешь. А дальше уже от тебя зависит. Зимая молодость. Продолжение следует... Продолжение следует.